Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Саша Ли. Сегодня мы продолжаем играть в убитого, неупокоенная душа. Напомню, в прошлой серии мы сбежали вместе со свидетельницей из полицейского участка с помощью полтергейста от лики полицейских и теперь направляемся на кладбище Эшлет Хиллс. Там должны быть какие-то новые улики касаемо дела звонаря. Есть указатель до кладбища. Ну, наверное, туда отправимся. Мне бы, конечно, хотелось изучить город. Но давайте все-таки отправимся по основному сюжету, а возможно после кладбища сделаем такой перерывчик и исследуем хорошо город и его окрестности. Так. Вечный огонь собран. Ох-ох-ох. Какое страшное место. Видимо, это старинное здание горело. Мы видим языки призрачного пламени. Так, давайте осмотрим. Давным-давно я уже не встречал демонов. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. А вот эти силуэты, которые, в которых нужно прятаться, они, тем не менее, есть. Кругом такое ощущение, что в городе был сильный пожар. Ну, либо в этой его части. Старый город горел. Что такое? Тут все рядом. Обожаю этот город. А-а-а. Мило. А как же камеры? Ну, как в Англии? Что-то вот... Как она выглядит и что она думает, вообще не совпадает. Если она не хочет быть со мной, пусть скажет об этом прямо. Я говорю именно то, что хочу сказать. Что тут непонятного? Странные люди, странные. Газетная статья Полиция Салема отказывается признавать связь между недавними убийствами и комментировать сопровождающие их странности. Если основным орудием убийства в Новой Англии, как и на остальной территории Соединенных Штатов, является огнестрельное оружие, то в Салеме ни одна жертва не была застрелена. Может, от чего-то растет количество людей, сгоревших или задохнувшихся от дыма, или же во всех случаях, подобные извращенные способы убийства выбирает маньяк, действующий по странным, одному ему известным причинам. Такая газетная заметочка. Реально старый город горел. Прямо весь полыхал. Ого! Какие они тут бодрые. Ну ты уж не переживай, поговорим с тобой. Ну и свинья. Ему даже не стыдно. Смотри, как он на нее пялится. Поссорились? Он меня предал. Клялся вечной любви, а теперь женится на другой. Он изменял мне с ней? Я всегда думала, что у него кто-то есть. Это она? А тебе не все равно. Похоже, он забыл прошлое. Ну и ты забудь. Не могу. Пока правду не узнаю. Помоги, я должна знать. Пусть самое плохое. Ладно. Займусь. Убитая горем. Не нужно быть детективом, чтобы понять. Сердце этой женщины разбито. Нужно выяснить, правда ли ей изменял бывший парень. Призрачный детектив к вашим услугам. Так, давайте-ка сбегаем. Секундочку. Сбегаем вот сюда. Нет. Огонечек привлек меня. Опа. Фото семьи Дуглас. Она бы не стала кончать жизнь самоубийством. Она была счастлива. У нее было много друзей. Должно быть, ее кто-то убил. Наверняка. Окей. Найти ответ. Ну, давайте-ка сначала вселимся. Ага. Влияние. Выйдем. А на тебя. Влияние. Ну, давайте попробуем влияние. Убитая горем. Поехали. Не пойму, почему она покончила с собой. Все было замечательно. А сейчас я боюсь за Сюзанну. И вот что. Не прыгни она тогда со скалы, я бы не встретил свою любовь. Ох. Как все запутано. Хм. Он встретил эту девушку после смерти бывшей. Похоже, он встретил свою невесту уже после того, как его бывшая подруга покончила с собой. Да, жесть какая-то. Давай, влияем на тебя. Что ты нам расскажешь? Смерть бывшей подруги. Да нет же ж, е-мое, да что ж такое. Ага, еще раз. Убитая горем. Интересно, он о ней вспоминает? Может, поэтому он был таким нерешительным. Я его не виню, но... Ужасно, что я обратила на него внимание только поэтому. Он был сломлен, нуждался в поддержке. Я не думала, что влюблюсь. Странно все вышло. Она просто хотела помочь другу и не предполагала, что так выйдет. Похоже, девушка подошла к нему только потому, что он был очень одиноким и печальным. Так, давайте найдем ответ. Раз, два, три. Убитая горем. Поплакать в жилетку. Смерть бывшей подруги. Убитая горем. Поплакать в жилетку. Смерть бывшей подруги. Наверное, так. И так. Не знаю уж. Похоже, все это сплошное недоразумение. Не знаю, что она скажет, но скоро станет ясно. Так, давайте поговорим. Хорошая новость. Он тебе не изменял. Но есть и плохая. Твоя смерть их сблизила. Значит... Значит, он меня любил? Похоже, да. Какая я дура. Да. Он и сейчас тебя вспоминает. Если от этого станет легче, знай, он никогда тебя не забудет. Легче, да. Как жаль. Я должна была ему доверять. Может, тогда и поженились бы. Ну что уж теперь. Ладно, спасибо. Вот. Спасли девушку. Но. Что за город-то такой? Половина населения умерла. По любым причинам вообще. Как вообще такое может быть в нормальном городе? 50 на 50. Табличка. Кладбище Эшлет Хиллс. Давайте почитаем. Кладбище Эшлет Хиллс было заложено в 1632 году. Его площадь значительно увеличилась после двух трагических событий, одной из которых и дало кладбищу имя. В 1665 году иммигранты, спасавшиеся от лондонской чумы, поняли, что сами заражены. Их поместили в карантин в этой части кладбища. Когда все они умерли, их трупы сожгли, а пепел похоронили. С тех пор кладбище называется Эшлет Хиллс. Пепельные холмы. Эшлет. Это какой-то русский перевод, наверное, на английском. Как-то иначе. Просто. Эшлет Хиллс. Это что-нибудь такое. Да, пойдемте на кладбище. Хотя, может, и Эшлет. Помню. Раньше это было для меня местом, где лежит моя Джулия. А теперь это просто могила, где зарыт ее труп. Скоро и меня туда закопают. Но это не наш дом. Просто клочок земли, куда кто-нибудь придет, чтобы нас вспомнить. Ого. Похоже, на нас ведется охота какая-то. Из кустов. Ого. Это был призрак. Мрачненькое местечко. Ничего не скажешь. Ха-ха. Ой, наивный. Обошел дерево. Ха-ха. Да. Детективы такие детективы. Ох ты ее. Добрый вечер. Бу. Ого. Супер. Вот только еще одного долбанного призрака мне не хватало. Страшное место прям какое-то. Прости, что я так долго, Джулия. А нет, смотрите. Эшленд Хиллс так и называется. Добраться до кладбища. Это был какой-то парк получается. То есть, сквозь который мы прошли. Окей. Новая задача. Найти Джой. Так, мы находимся на кладбище. Смотрите, мост. А, это призрак. Я думал, тут живые. А нет, вот. Вот она, наверное, ходит. Или кто это вообще? Кто-то что-то ищет. Я предлагаю взглянуть просто на это место. Смотрите, как все сделано. Луна светит. Такой туман подсвеченный. Приятные фонари. Как вообще в центре города? Такого. Ну, относительно древнего. Может быть, такой большой участок земли? Или не в центре? Наполовину покинуто. Я даже не знаю. Как-то мне страшновато было. Давайте соберем. Что значит обманул смерть? Я спросила его про татуировку. Старуха с косой. Знала, что там написано обманул смерть. Но не понимала почему. Потом он показал мне шрам. Прыкнули ножом между ребер. Ран легко могла стать смертельной. Это чудо, что он выжил. И все же. Этот случай его так ничему и не научил. Не пойму. И почему мне это так нравится? Да, девушкам нравятся негодяи. Негодяи и... Как это называется? Отчаянные парни. Ай. Да. Отчаянные парни призраки, детективы. Это то, что нужна девушкам. Ладно, пойдемте. Йоу. В порядке как? Я... Я не знаю. Я так напился. Ну, мы оба. Мы с ней стояли, обнимались, а потом я упал в воду. Когда обратно забрался, ее уже не было. Тебя столкнули? Да нет. Ничего такого. Говорю, хватил лишнего, вот и упал. Просто... Просто я очень удивился, что она ушла. Ну, наверное, испугалась чего-то. Да, твоего трупа в воде. Что? Проехали. Мне надо идти. Но вдруг она вернется. Да, неупокоенная душа. А вот в участке было тепло и уютно, правда? Ты там потихоньку бегала за фонариком? Потише. Я тебя не вижу. И мы не разговариваем. Кусек? Тут полно людей, которых я знать не хочу. Эй, повежливый. Лопата такая стоит, типа нормально. Все жесть. В России сказано, что тут произошло убийство. Я вижу только листья и грязь. Они могли зайти в тупик. Не так быстро. Что теперь делать? Сейчас разберемся. Да ладно. Я разберусь. Сейчас капитан нам поможет. Ой. Надо определить, связано ли это дело с другими убийствами звонаря. Окей, сейчас определим. Так, эта задача выполнена. Новая задача. Осмотреть место преступления. Вот прямо идешь так и думаешь, вот полюбая нам сюда. Прошу прощения. Пару недель назад вы не застали тут полицейское расследование? Я близко не подходила, но кажется, там что-то было. Я не уверена. Вещь на берегу. Дамочка сказала, что видела что-то на берегу. Вдруг это имеет отношение к делу. Окей, давайте посмотрим. Вот. Что-то есть. О-о-о. Жесть. Трупик. Что понятно из осмотра. Креп. Ой. Спящая, сухая, живая. Не то и не то. Идеально чистая, утонувшая. Выброшена на берег, мертвая. Оборванная. Чистая. Ну, оборванная видим. Вот тут не рукав, но их порван. Наверное, оборванная. Не спящая, не сухая. Утонувшая. Выброшена на берег. Ну, мертвая, да. Утонувшая, либо выброшена на берег. Скорее всего, выброшена на берег. Угу. Парень ее видел. Призрак видел тело. Призрак видел, как тело приплыло сюда по реке. Он может об этом рассказать. Так, давайте допросим. Свидетеля. По-любому это ты. По-любому. Ты мне знаком? Эй, тут убийство было. Вы что-то видели? Это плыло по реке рядом с трупом. Кажется, оно лежит в тех кустах. Так, спрятанное в кустах. Свидетель видел, как река выбросила что-то на берег. Вот в те кусты. Нужно выяснить, что там. Так, кустики. Вот в те кусты. Он показал туда пальцем. Давайте осмотрим. Вот в те кусты. Сказал он. Вот в те кусты. А может в воду? Ха-ха. Призрак боится воды. Как так? Ой, а что это такое было? Такое сияние такое. Сияние такое. Ладно, нет. Ага. Вот в те кусты. Сказал он. Вот в те кусты. Ага. Понятно. Плохо видно. Да ё-моё, ну изучи ты. В кустах слишком темно. Ты же призрак. В кустах слишком темно. Нужно там чем-то посвятить. Ну. Кэп спешит на помощь. Джоя, тебе нужно кое-что вытащить из тех кустов. Окей. Да, пойдём. Да, по-прежнему ничего. Не знаю, что это, но больше ничего не нашла. Что мы упустили? Какую-то логическую связь? Верёвка кажется знакомой. Это что-то знакомое. Вот это да. Особенности убийств. Да. Все жертвы были связаны до того, как их убили. Очень логичный выбор. Надо подняться по реке и найти это место. Скажу, Джой. Сходство с другими убийствами звонаря, несомненно, но мне нужно больше информации. Иногда очень странно слова образуются. Труб вынесло на берег, значит, убили её в другом месте. Берег тянется на миле. Это всё равно, что искать иголку в стоге сена. Нет, гений. В стоге иголок. Причём с призраками. Вот бы спросить её, Софию. Чёрт возьми, а ведь точно. Это тот призрак, что шёл за мной. Девчонка никак не отвяжется. Ё-моё. Это она, та, что на фото. Чёрт, хватит так делать, ясно? Стой, не оставляй меня. Ты видел? Да, она говорила с мёртвым кубом. Одна услуга. Дайте ещё, что она всем нам поможет. Пожалуйста. Ох, ё-моё. Демоны. Ты слышала? Да, разумеется, слышала. Демоны. Проклятие. Так. Жертвой стала девочка, которая следила за мной на кладбище. Нужно её найти. Где тут демоны? Ого. Действительно демоны. Догнать призрак Софии. Это будет непросто. Думаю, мы справимся. Так, демоны. Демоны. С демонами у нас один разговор. Это их сразу ликвидировать. Поэтому. Вспоминаем. Как это делается. Ух ты, ёж. Парас это. Так, давайте к вам. Так вот. Вот он летает. Быстро подбегаем к нему. И... Расправляемся. Дементор. Убирайся вас, кабан, дементор. Го. Да езжешь. Так. Их осталось двое. Поехали. Так, давайте-ка с этого пробуем начать. Ох, ох, ох. Опасно. Давай бегом, бегом, бегом. Отлично. Так. И там вот еще есть один. Сейчас он развернется, потому что не кажется, что если будем перемещаться пока он смотрит, у нас того. За это вот. Отворачивайся давай. Или вот, в принципе, можно тоже отсюда его догнать. Может быть, даже и ближе будет. Гоу. Да езжешь. Так, и вот там еще. Один демон остался. Сейчас мы с ним разберемся. Нечего тут пугать мирных жителей. Потустороннего мира. Опасненько. 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 Да езжешь. Отлично. Отлично сработано. Прогулка по кладбищу. Как может быть прогулкой по кладбищу? Меня так привлекают кладбища. Особенно старые. По-моему, они похожи на музеи. Ронан, бедняга, пошел вместе со мной и терпеливо слушал мою болтовню про похороненных здесь губернаторов. Про массовые захоронения погибших от чумы. Про строителей канала, которые сто лет назад заболели желтой лихорадкой. Столько людей умерло в этом городе. И какое же это замечательное, тихое место, где можно обо всем этом подумать. Специфическая у нас была девушка. Любила прогулки по кладбищу. Так, нам нужно догнать призрак Софии. Он куда-то убежал. И я тут видел... Что это за звуки такие? Мне кажется, я видел предмет. Ну, допустим, не видел. Ох-ох-ох. Так, записочка. Безрассудный Ронан. Но этого следовало ожидать. Человек с таким количеством татуировок не боится смерти, не боится совершить поступок, о котором потом пожалеет. Но если я хочу быть с ним, то должна знать, что ему не все равно, будет он жить или умрет. Он рассказывает о своей смелости, о риске, на который идет. Надеюсь, он просто пытается произвести на меня впечатление. Ведь в противном случае, однажды он попадет в очередную историю, которая печально закончится. Закончится. Ну так, ну и вышло. Это что такое тут? Кто вы такие вообще? Что вы здесь делаете? Ну давай, давай. Че там сложного? Так, чуваки. Кто все это придумал? Все это плохо кончится. Да, вот по-любому. Что ты делаешь? Блин, никогда столько не ржал. Никогда. Ну хоть будет о чем рассказать. Как же безломы. Ого. Ага. Давай спросим тебя, что тут такое. Давайте-ка вот так вот. Что это за хлам? Хлам? Это то, что мой прадед с войны привез. Это очень старые вещи, но они такие классные. Окровавленные штыки, письма с жуткими рассказами. Я даже из его фляги отпил. Смотрю на это и понимаю, какие мы в наше время все неженки. В сравнении с кем? С такими, как он. Это знак. Я нашел это неспроста. Нужно напомнить людям. Напомнить, какова кровь на вкус. Жесть. Только не говори, что ты так и сделал. Я все спланировал, но сделать не успел. И еще бы день, и я точно изменил бы мир. Парень, ты ошибаешься на его счет. Твой прадед сражался ради мира, а не ради войны. Оставь ты эту затею. Раз ты не понимаешь, значит ты часть проблемы. Да, это конечно да. Весь городок тут, не знаю как обозвать, свихнувшийся на всем. Придумывают сами себе проблемы. Накаша, она ведет нас к месту преступления. Что еще иначе она может делать? Что такое ты делаешь? Ну? Хе-хе. Что ты делаешь? Эй, не знаю, что ты делаешь, но... Наконец-то. Хоть кого-то прислали. Слушай, ты меня с кем-то спутала. Кого ты ждала? Вот кто будет за всем этим следить. В смысле, ты только оглянись вокруг. Это же не просто камни. Это... человеческая память. Всем наплевать. А я вот не хочу, чтобы мое имя стерлось. Я не хочу полного забвения. Понятно. Ну, удачи тебе. Ну, странная тетенька, помешанная даже после своей смерти. Завеяние так, так или иначе, ждет всех. Может быть, даже это и хорошо. Ого. Ого. Что-то тут непонятное для меня. Давайте письмо сначала прочитаем. Почему Ронан стал полицейским? Сегодня Ронан был на редко склонен к философии. Обычно такие темы он не любит. Но сегодня постоянно говорил про карму. Про то, что должен заплатить за какие-то прегрешения. Думаю, он имел в виду давние преступления. Именно поэтому, по его словам, он и должен стать полицейским. Чтобы искупить свою вину. Другого способа он не видит. Ну, нормально. Главное быть хорошим полицейским. Мы находимся в старейшей части кладбища, заложенной еще в 60-х годах 19 века. А это было до или после ведьм? О, хороший вопрос. Вы все слышали? Юная леди спросила, было это до или после известных событий, связанных с ведьмами и процессами над ними. Ответ. До событий. Кладбище появилось на несколько десятков лет раньше. Так. Мы пройдем немного дальше. Пожалуйста, следуйте за мной. Экскурсия ночью по кладбищу. Ну, все логично, конечно. Локон из могилы. Необходимо еще 12. Куда нас ведет дорога, не могу понять. Наверх. Ого, там целый, не знаю, особняк или казарма. За тобой можно поговорить? Давай спросим. Ставь, я в покое. У тебя проблемы, парень? Эй, старичок. Проблемы? Можно и так сказать. Я работал мясником, пока эта любопытная сучка все не испортила. Ко мне люди за мясом издалека приезжали. Я собрал столько наград, что некуда было вешать. На стенах места не хватало. А потом пропал ее маленький сыночек, и меня упекли за решетку. Дай угадаю, ты его убил? Не убивал я его. Я никого не убивал. Это делали мои свинки. Жесть. Будешь преследовать ее до смерти, а потом? Все просто. Спрошу, каков был на вкус ее сыночек. Занимательный факт. Вкус свинины зависит от того, чем свиньи питаются. Я слыхал, для такой мрази, как ты, есть специальные места. Это реально жесть. Что за город? Это просто... Это просто созрит от отчения какое-то зло. Сейчас тут так тихо, но с этими людьми произошли страшные вещи. Так, давайте. Возможно, какой-то скандал, о котором они не говорят. Почему здесь было столько эпидемий? Да вообще. Мне кажется, что этот город заслужил праздновения. Может, тут призрак? Да. В тебе прям. Добрый вечер. Давайте, попробуем добраться до чекпоинта и будем потихоньку закругляться. Не могу понять. Крыться. Так, собрать. Табличка жертвы желтой лихорадки. Многие храбрые рабочие Салема строили Панамский канал, тем самым меняя всю мировую систему торговли и погибли здесь от страшной желтой лихорадки. 1904 года. Окей. Как скажете. Так. Мне бы какой-нибудь чекпоинт. Чекпоинт какой-нибудь. Чекпоинт. Так. Эй, не бойся. Я просто хочу спросить и все. Ух ты ее. Но не может говорить почему-то. Но почему все так умеют прыгать, кроме меня? Надо бы научиться, что ли. Телепортация. Да ладно. Уху. Вы можете вывести на экран метку точки назначения, удерживая левую кнопку мыши. Метка перемещается при помощи мышки. Чтобы телепортироваться, отпустите. Окей. Давайте. Все сохранено. Давайте один раз телепортируемся. И закончим на сегодня. Отлично. Гоу. Да, мы же обладаем суперспособностями. Отлично. На этой позитивной ноте давайте с вами заканчивать. С вами был Саша Али. Всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...